Смелые проекты воплощайте в жизни, стройте на века, стройте на века. Это действительно был смелый проект, воплощение которого потребовало нескольких лет. Изначально вращающиеся печи Новоспасского цементного завода работали на жидком топливе, потом их перевели на более дешевый уголь. А когда возле Спаска дальнего пролегла ветка газопровода, возникла идея газификации предприятия. Бюджет этого проекта составил 314 миллионов рублей. Были проведены многочисленные электромонтажные работы, произведена автоматизация газовой системы, разработана документация, проведено обучение персонала, проложено почти полтора километра газопровода. А уже 19 октября состоялось торжественное мероприятие, на которое приехали многочисленные гости, в том числе и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Сегодня большое, радостное и праздничное событие не только для Спасцемента, но и для города Спаска, для Спасского района, но и для всего Приморского края. Впервые у нас в крае газ приходит на такое крупное производственное объединение, как Спасцемент. И впервые мы переводим такую сложнейшую технологию на потребление газа. Глава края подчеркнул, что перевод предприятия на газ позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе и районе. Он также наградил отдельных работников предприятия, вручив им почетные грамоты и благодарности. Десятки цементников получили поощрение от руководства управляющей компанией «Востокцемент» и акционерного общества «Спасцемент». Не были забыты и партнеры, помогавшие воплощать в жизнь проект газификации предприятия. Символическую кнопку запуска природного газа было доверено нажать губернатору Приморья, генеральному директору «Востокцемента» Алексею Сысоеву, управляющему акционерным обществом «Спасцемент» Виктору Иванову и начальнику Приморского эксплуатационного управления «Газпром» газораспределения «Дальний Восток» Николаю Лавыгину. Затем почетных гостей провели в цех обжига клинкера, где они увидели, как горит газ в печах и пообщались с работниками, находившимися на смене. Цементники сообщили, что впереди у них работы по розжигу второй печи. «Вторую печь в настоящий момент мы переводим на газ, то есть мы ее остановили в субботу. Демонтировали угольное оборудование, то, которое необходимо было демонтировать. Установили газовую горелку, сейчас подключаем механическую часть, подключаем сигналы и ориентировочно в пятницу мы планируем разжечь уже вторую вращающуюся печь». Но этот розжиг уже пройдет в рабочей обстановке без приглашения гостей. Олег Завьялов, Евгений Якимов, Денис Фадеев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.